Короче, это Веразинг, и не просто Веразинг, ребят, это новое уникальное прохождение. У нас тут было предложение сделать бесконечный день. Мы это и организовали. У нас будет ночь длиться каждые сутки только 25 секунд. Ну, представьте себе, 25 секунд ночь, всё остальное время у нас будет день. Плюс мы решили, что слишком просто, если мы будем использовать какие-нибудь ткацкие станки и прочее. Поэтому мы всё будем добывать из ящиков. То есть, в том числе и медные слитки, железные слитки, за исключением. На данный момент нам известно 4 типа ресурсов, которые невозможно получить без станков. Это серебряный слиток, это золотой слиток, это большая эссенция крови и первобытная эссенция крови. Я всё правильно говорю? Верно, всё верно. Вот. Соответственно, только их мы будем изготавливать на станках. Всё остальное мы будем просто добывать из ящиков. И именно вот так мы постараемся пройти игру. Ребят, по настройкам. Давайте я вам сейчас покажу, какие настройки мы выбрали. Размер клана, кстати, увеличен. Обнова там какая-то говнова была. Давай All Day Hard Mod Plus выбираем. Это мы придумали шаблон. В шаблон сейчас быстренько проверим. Я вам покажу, какие параметры. Параметры своеобразные будут. Во-первых, ребят, по элементам. У нас будет, конечно же, увеличенное количество инвентаря. То есть, у нас стеки будут в 5 раз. На самом деле, минимум в 2 раза. Подчёркиваем, минимум в 2 раза надо увеличить инвентарь. Если вы играете кооперативно, совместно в обычную игру. Не на харде, не на изи уровне. А именно обычная игра должна быть минимум x2. Потому что стаков реально не хватает на фарме. Если вы играете соло, то минимум 5 должно быть. Минимум 5. А по-хорошему и того больше. В игре не предусмотрены телеги или же корабли, как в том же Вальхейме. Далее, мощность выхода материалов. Кстати, мы ставили 0.25. Мы это... Ребят, вот специально ставим 0.25 добычу ресурсов, чтобы мы ресурсы не добывали. Настройки все хардовые. То есть, вот, например, множитель лиценции и крови. Плюсы я сразу покажу вам. Настройки здесь. Множитель урона, боссов и здоровья. Видите? И также обычные единицы. Это стандартный хард. То есть, если выберете на борт правил стандартный ПВЕ хард. Именно такие настройки там и будут. У нас по здоровью, соответственно, тоже ничего не меняется. Все, как в стандартном ПВЕ харде. Только в харде там ресурсы добываются дольше. Ну, вот эссенция крови, в частности 0.75. К черту такое дерьмо. Мы сделаем 0.25 здесь, а здесь по 5. Чтобы мы лут собирали вот с ящиков, сундуков, бочек побольше. Слуги без разницы. Мы просто хотим посмотреть, сколько вот в 5 раз больше они принесут. В любом случае, они будут приносить ничтожно мало. И это никак не котируется. Далее. Все остальное. Стандарт по замку. Вообще стандарт за исключением ограничения замка сердца. Мы ставим 5 штук сердец. Это важный момент. Чтобы сердец было побольше на каждого. У нас есть просто тактика. Мы постараемся ей придерживаться. Далее. Скорость производства. Любая скорость производства у нас x10. Те же самые золотые слитки и при x10 будут производиться в течение минуты. Ребят, в течение минуты даже при x10. Поэтому мы просто вот это уберем. Ну и множитель стоимости. На самом деле мы проверили. По 0.5 поставили. Не работает. Ну то есть как было у производства. Создание какого-нибудь меча, копья и так далее. Сколько оно было. По ощущению оно столько и осталось. Но вы сами посмотрите. Поэтому вот это вроде как ни на что не влияет. Дальше. Продолжительность дня. Вот короткий 600 секунд. Почему именно короткий? Потому что именно в этом случае при шведском лете у нас будет 25 секунд ночь. Да, день быстро проходит. Всего 10 минут. Но из 10 минут всего лишь 25 секунд у нас ночь. Если мы выставим, например, вот так побольше. То за ночь мы сможем, например, даже босса убить. Успеть. Мы будем дожидаться ночи. Да, это долго и мучительно. Но это реально. Дождаться ночи, чтобы потом подраться с боссом. Здесь нам в любом случае придется драться с боссом днем. Потому что ночь всего лишь 25 секунд. Ну и вроде бы все. Я ничего не забыл? Ну вроде бы нет. Ну вроде бы нет. Ну тогда вот так вот и оставляем. Все. Здесь назад. Здесь делаем двадцатку. Только одиночной нет. Вроде все окей. Поехали. Начинаем новую игру. Смотрите, ребят. Мы решили еще стандартизацию некую провести по внешности. У нас могут отличаться цвет глаз и аксессуар. Соответственно, это на усмотрение каждого. Но обязательно должна быть вот такая шикарная прическа. Вы посмотрите. Какой великолепный хвост. Собственно, конечно, красный. Потому что прохождение должно быть максимально быстрое. Вот. И вот такие вот настройки. Поэтому кто к нам будет там присоединяться. Из наших, в частности, товарищей. Вот. Вы высматриваете настройки. Фиксируете. Вот именно такие вот барышни у нас. У всех. У каждого и будут. А имена будут максимально простые. Я Оля-1. Оля у нас. Это Оля-2. Ну и так далее. Все. Создаем. Кстати. Важный момент, ребят. Мы сейчас вам покажем. Слушай, а ты уже появилась в гробу? Да. Я уже вышла. Уже вышла. А, ты вышла. Я хотел показать гробы. Ну ладно. Ты далеко не убегай. Просто, ребят, произошло обновление. Мы сейчас вам покажем, что произошло. Интересная штука. Оли-вампиры захватывают мир. Да-да-да. Это Альмир. Олимир, да. Ольвард. Ольвард. Ольвард, это уже гном ей имя какое-то. Так, ты где? Я вот по лестнице спустился. Я прям в этом была. А, где? Возле дверей. Возле дверей ты была? Ну, уже спустилась в гроб. Да ладно. И тебя нету. Ого. Карта недоступна в этом месте. Короче, ребят. Тут такая классная тема была на самом-то деле. Мы просто обнаружили то, что в одном и том же месте могут быть кости. Награду взял. Сразу изготовили. Ну ладно. В общем, в одном и том же месте мы были, мы появлялись. Вот мы просто тестировали с Олей. Момент. Этот. И вроде получалось. Так, нужно убивать при помощи костяного меча ты и контейнеры ближайшие по лутай. Ребят, мы добывать ресурсы вообще, если что, не можем. Вот это волокно, которое добылось, ребят, это чисто, скажем, побочный вариант. Целенаправленно мы это все добывать не будем. Мы это добывать не можем. Вообще никак не можем. По звуку, кстати, чат, пишите, пожалуйста, как оно. Это очень важно. А, ну, единственное, проблема будет, когда топоры дадут, скажут, идите добывайте. Да, но это сюжетно, это понятно. А так, в целом, мы только убиваем и лутаем. То есть мы вообще ничего не добываем. Мы грейджои. Мы не сеем, мы не жнем, мы кого-нибудь убьем. Только так и живем. Так. Ну, я уже выхожу. Направо пойдем? Да, да, да. Хотя нам без разницы, на самом деле. Направо, налево. Нам бы пса, скорее всего, найти. А меня или не достоин? А ты что, к нам, что ли, хочешь? А у тебя есть верайзинг? Если есть, то залетай. Ну, как обычно, через дискорд. Убивать, убивать и убивать, и убивать. Совершенно верно. Ольмина, я нашел врата леса Фарбейна уже. Как у тебя дела? Хорошо. Я контейнеры просто смотрю. Понял. Вот сейчас, видите, волокно пособирал, ребят. Но это просто побочный момент, знаете. Это то же самое, что мы побочно добудем древесину после того, как Викровь убьем. Викровь взорвется. Мы будем всасывать все, что находится вокруг. И чисто, как само собой разумеется, мы соберем... Ну, вы понимаете. Никакой целенаправленности не будет. Животное 49%, но это неплохо. Я себе уже изготовил сапоги и перчатки. У меня уже готово. У меня награда есть. Я готов с тобой поделиться шкурой. Она в достаточном количестве. Я положил рядом с этим. С телепортом. Я уже бегу. Давай. Так, во. Костяной топор нужно уже сделать. Ребят, костяной топор, костяной молот. Это задание обязательное. То есть здесь задача срубить деревья топором. Поэтому мы срубим дерево топором. И это все. Три дерева срубаем. Соответственно, абсолютно то же самое мы сделаем с камнями. Мы соберем три камня и на этом все. Больше нет. Только через веразинк или через любые игры. У меня компа нету тут даже. А, ну а что ты тогда хотел с нами? Если в плане слуги, возможно мы тебя сделаем. Но поглядим. Слуги не приоритет. Потому что мы посмотрели, что механика слуг даже с Х5, она ничего нам не даст. К сожалению. Нам крови, кстати, надо насобирать будет. Надо юдиши где-нибудь найти. С них много крови. Я думаю, в первой серии нам обязательно надо будет Альфа-Волк. Оля, ты уже здесь? Да. Так, тогда мне нужно... Так, я уже булыжники добыл. Все, нужно построить сердце замка. Мы как раз будем двигаться в этом направлении. Так, сейчас, погодите. Копье до сих пор не можем изготавливать, да? Сейчас, что мне нужно сделать? Это... Какая кнопка? П. Это П. Создать клан. Это будет... Оль... Мир. Хеллоль будет. Сообщение клана. Пригласить игрока. Оля. Два. Пригласить. Все. Оля, два присоединилась. Ребят, кстати, важный момент. Теперь на миникарте отображается союзник, но... Если вы отойдете подальше... Ну, мы потом, чуть позже покажем. Сейчас не успеем. Слишком далеко нужно бежать. Так вот, если вы отойдете подальше, больше не будет показываться. Выпей его. Или у тебя есть? Я уже... Хорошо. Так вот, на миникарте все еще отображается. На обычной карте все еще отображается, но... Перестанут отображаться на компасе. Если выходят за радиус. Все. Давай, мы побежали. Как вы видите, день супер сверх длинный. На то и расчет. Мы все время будем в тени. Можно ли будет так вообще, в принципе, пройти игру, учитывая, что на некоторых аренах с боссами будут у нас проблемы? Не знаю. Мы посмотрели, в принципе, реально. То есть, это возможно. Но это поначалу мы посмотрели. В этой местности. А будут другие местности. И действительно, арены такие светлые-светлые. Вот там, не знаю. Может быть, будем отвар от солнца изготавливать. Может быть, кремом от загара будем пользоваться. Пока не проверяли. В любом случае, идея, мне кажется, любопытная. Напишите в комментариях, как вам такой безумный план. Так, погнали, погнали. Наша задача сейчас. Так, это могильная пыль, скорбячая лилия? Нет. Дойти вот. Оля-2 уже поставила метку. Мы как раз туда и идем. По дороге бы нам, конечно, альфа-волка найти по-хорошему. Ох, красотки, а? А? Так, мне нравится этот хвост, конечно. Он шикарен. О, это человечишка. Это кровь. Сколько у тебя эссенций сейчас? А? Восемь. Восемь? Дали пять. Дали пять. Ну, эссенции, да, мало добывается. Но эссенции в любом случае, ребят, хватает. Поэтому стандартные настройки харда в 0.75 нас вполне устраивают. Да. Так, в бандитский лагерь за бумагой нам не обязательно сходить. Мы бежим, ребят, к месту застройки. Это первое место застройки нашей базы будет. Мы построим вот эту вот начальную, скажем так, часть. Нам только нужна кровь, Оль. В большом количестве. Нам нужно 50 на постройку самого замка. Здесь, к сожалению, мертвые наступают. И все. Больше никого. Да, непростая задача. Но порядок. Ты уже дошла? Да. А эссенцию ты взяла? Вот-вот. Надо было вон в лагерь бандитов, Оль. Можешь спуститься? Поможешь мне немножко в лагере? Мы пока слабые. Как неудачно. Это если одновременно, ребят, нажимать. Все, разрушаем пока то, что есть. 27, Оль, у тебя. 20. 25. Там, по-моему, 50 уже было, да? 50, да. Плюс на расширение территории по одной штуке, по-моему. Все, порядок. Разрушаем все, что здесь есть. Потенциальная бумага. Мы еще в бою. Не правда. Не правда? Хорошо, понял. Раз не правда, то ок. Блинчики. О, это приятного аппетита, да. Приятного аппетита всем, кто кушает, камячет, лопает, трапезничает. Все, дальше оно само нахилится. Нихил. Так, смотрите, ребят, мы выбрали вот это место, потому что здесь есть руины развалины. Мы давай-ка разрушим вот эту руину развалину. Мы здесь будем на месте этой руины развалины строить наш город. Раз, два, три. Я построил. Ты давай теперь строй дальше. Хорошо, награда есть. Стены конструкции. Постройте деревянный гроб, деревянный сундук. Построим деревянный гроб, наверное, где-нибудь... Где-нибудь... Везде места нету, да, как бы? А, ладно, поставлю туда. Чуть дальше попробую впихнуть, если там получается. Если не получается, надо будет снести. Ой, надо эту жаровню поставить. Все, поставил жаровню. Впихни туда костей, и все будет окей. Сундуки тогда пока здесь пусть лежат. Жаровня оттуда достанет. Что еще нужно? Нужно разместить три стенки. Я думаю, что мы их разместим и снесем. Можно, я их даже сразу разместил. Убрал. Нам они без особой надобности пока что. Ага. Все, можешь снести стенки. А, ты уже построила, я понял. Лесопилка, ребят. Мы ее просто построим, но использовать не будем. Не нужна она нам. Построила? Не построила пока. Так, давай я строю лесопилку, Оль. Жмякни на нее. Все, жмякнули на лесопилку. Лесопилка, потом сноси ее. Соответственно, тоже... Нет, верстак это важная штука. Вот, смотрите, ребят. На простой верстак нам нужны доски. Для получения сраных говнодосок нам что нужно? Сходить за этими сраными говнодосками. Совершенно верно. Поэтому мы за ними и отправимся. Все, я взял копье, только с копьем и будем. Мешает? Ребят, это мы просто сносим стены. Конкретно стены... Ну и деревья, разумеется, которые здесь растут. Мы их будем сносить, поскольку они мешают. Не более чем. Вот и все. Так, пойдем за говнодосками. За говнодосками, ребят. Это вот сюда. Рядом лагерь разбойников. Мы не просто так разместились. Мы, в принципе, плюс-минус прикинули, где чего мы будем добывать. Копье сделала? Видишь, все кости туда скинули. Ну, возьми. Все, я скину тоже кости. Видите, складируются хорошо ресурсы. Это прекрасно. Мы бежим. Добывать, соответственно, медь, которая здесь лежит, мы не будем. Чтобы переходить в медь, как я уже говорил, мы будем добывать медные слитки. У нас есть несколько мест, где они добываются. Мы их все попробуем прошерстить. Мест базы у нас будет достаточно много. У нас задача... Сейчас вот лагерь разбойников. На самом деле, тяжело нам будет здесь. Если мы попробуем убивать босса, я думаю, что мы не осилим. Наша задача доски надыбать. Доски это нужен какой-нибудь ящик. Где ящик? Здесь светло повсюду. Просто ужас. Нужен ящик. Попробую протиснуться сюда. Ищи доски, Оль. Сами рабочие мне не нужны. Неужели ящика не будет? Должен быть где-то ящик. Так, аккуратно. Аккуратно. Здесь наверху что-то будет. Нет, не будет. Или будет. Все проверим. Ой! Все, горю. Почти. Почти сгорел. Вот здесь будет, скорее всего, что-то. Сейчас я смотрю здесь. Есть какие-то ящики. Что это? Нет, это не то. Грубые нитки найдены. Первые. У тебя как дела? Я пытаюсь с гравителем череповым отбегать. Вот, бегать. Чем? О! Ну, гравитель, который побольше уровня. Черепковый. Ого. Ну, смотри, аккуратней. Так, 10 досок надыбал. Ну, этого, конечно же, мало. Хоть 20 уровни. Жесть. Может, скорее надо хотя бы в те же самые 20 выйти. Тяжело нам будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полегче. Ох, я выбила усиленность. Снэк. Да ладно. Да. Не зря я с этим боякой. Воевала. Действительно. А я почти сгорел на работе. Да ладно, шел тут 25 секунд ночи. О, 25 секунд ночи, ребят. Все. Живем, живем, живем. 25 секунд ночи, это идеально. Это, конечно, шикарно. Еще доски найду какие-нибудь. Если найду, будет хорошо. Что-то понасобирал. Здесь Руфус Бригадир. Мне кажется, что наше общение сейчас ни к чему хорошему не приведет. Но он мужчина настойчивый. Поэтому я боюсь, что могут быть у меня проблемы. Постараюсь их избежать по максимуму. Так, здесь тень. Да, да, да. Слушай, крас... Нет, не красиво. Зараза. Так, ну я досок надыбал. 110 штук. Они есть. Да, возвращаюсь домой. Да, ребят, представьте себе. Даже с первым квестом у нас, как вы видите, не все так просто, как было бы, если бы мы могли хоть что-нибудь производить. А мы не могем. Мы поставили себе задачу все вот таким вот образом добывать. Именно грабить. Кто мы? Кто мы? Кто мы? Грабители. Что делают? Грабят. Так, пойдем грабанем их. Уже грабанули. Вот, ребят, мы работаем как грабители, да. У нас такая задача. Поэтому сейчас мы возвращаемся домой. Поскольку у нас серии было минут по 30, да, по-моему, было. Ну, если чатик напишет. Чатик, напишите, сколько у нас прохождения Верайзинга было первое. Плюс те, кто подсоединяются. Во-первых, всем привет, добро пожаловать. Во-вторых, напишите что-нибудь в чате обязательно, иначе вас, как авкьюзер, ну вы знаете, Трова может это сделать. Один процент волка. Сорок девять заменяю на один процент. Так себе, конечно, не тема, но кровушка-то нужна. Все, я бегу домой. Так, у тебя усиленное костяное копье именно? Да. Ну, костяное копье такое синенькое, да. Ого. По 30 минут серии были. Что? По 30 минут серии были. По 30 минут серии были? Угу. Хорошо. Так, сейчас тогда возвращаюсь. Ребят, во второй серии мы уже убьем нашего первого босяти, но я думаю, на альфа-волка сходим. Возможно, даже и Руфуса-бригадира с собой прихватим. Ну, поглядим. Руфус-бригадир арбалет нам должен дать, и это на самом деле клевая тема. Так, Оль, Мина, ты где? Где у нас верстак? А мы не можем, потому что без досок мы не могли даже верстак поставить. Вау, вот мы, конечно... Все. Доски я сюда же закинул. У меня есть даже 5 шкур. Ничего себе. Сильно. Так, я себе делаю усиленное костяное копье. И если я захочу сделать усиленное что-нибудь еще, то я это сделать не смогу, потому что у нас нет камней. Да, оно нам и не нужно. Надо в какой-нибудь сундук скидывать. Так, надо... Надо поскидывать сюда, я думаю, скину. Снаряжение... Плюс 7, кстати, топор у меня. Плюс 7. Ничего себе. Я, может быть, даже им воспользуюсь. Топор дровосека, который. Он плюс 7. Ага. У него кушки нету, но... Раз он плюс 7, то и им вполне можно пользоваться. Так, что нам нужно еще? Повысить свой уровень снаряжения до 13. Сейчас, давай мы это сделаем. Каждому. Мы можем это сделать? Ты уже? А как ты это сделала? А, ты обшитой кожей взяла. Взяла и сделала обшитой кожей, я понял. Я тоже сделал. А на следующую нам нужна кожанка. Жилет ночного охотника сразу сделала. Ах, ты ж хитрая жопа. Кто успел, тот успел. Это да. Все, нужен кровавый алтарь. Мы можем ли его поможем? Понял. Понюхаем собаку. Чуете? Чуете запах? Это собачий запах. Да, мокрая псина. Сейчас мы за мокрой псиной пойдем.